Приветствую вас, уважаемый Агоним. Давайте разберем ваш вопрос. По сути, ваш вопрос состоит из всего лишь одного. Это нормально ли то, что произошло? И, если честно, вопрос на многих странах. Такое ощущение, что вы просто хотите какой-то поддержки, например, с нашей стороны, чтобы мы вас поддержали. Такое у меня число возникло. Потому что для человека, что это происходит? Нормально, в принципе, все. То есть вот, если мужчина так себя повел, значит это нормально. Для него, по крайней мере. И, на мой взгляд, здесь вопрос немножечко некорректно поставлен. Потому что, вопрос нужно ставить не так, нормально ли это или нет. Вопрос мне, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, кажется, нужно ставить иначе. Мне кажется, нужно ставить вопрос иначе. Мне кажется, вопрос нужно ставить так, как я отношусь к тому, что происходит. Именно я. Что я думаю о себе в результате того, что произошло, например. И, что я хочу за всем этим делать. Вот так, я думаю. Когда вопрос ставится так, нормально ли это. Что, ну, всегда в какой-то степени предполагается несколько оценок. И оценка по своей природе всегда или почти всегда является субъективной. То есть, вы, задавая вопрос о том, нормально ли это, по сути, уходите куда-то вот в оценке больше. Не в чувствовании, да, себя и того, что вам важно, например, а именно в оценке вы уходите. И, как следствие, как результат, вам, конечно, достаточно тяжело и трудно в этом состоянии находиться. И, как следствие, уходите в том, что, есть проблемы. И, как следствие, уходите в том, насколько, вот, вами, там, условно говоря, адекватно воспринимается ситуация. Да. Да. Дальше идем. Вот это. Вы пишите о том, что, значит, я люблю его, искренне хочу научиться, и что мне очень грустно. Я думаю, что мой коллега Кудрусёв Игорь Леонидович прав в том, что он сказал, что у вас есть проблемы с самооценкой. Это действительно так. У вас действительно есть проблемы с самооценкой. Самое главное считать, что любовница из вас посредственно, что здесь уже есть какие-то вот такие завышенные требования к себе. Вот. И, на мой взгляд, нужно найти источник этих требований. То есть, как я, там, грубо говоря, эээ, прихожу, да, к этим требований. Как я пришла к этим требований. Почему я требую, эээ, от себя этого. Вообще, на каком основании я этого от себя требую, да. То есть, почему я должна быть более искусённой любовницей, например. Если у меня первый мужчина. Ну вот, если у меня мужчина, да, он первый. Почему я должна быть, эээ, ну, более искусённой любовницей. Мне кажется, это вопрос, на который вам нужно себе ответить. Так вот, с чего я взяла, да, на чём я, на чём я основываюсь, на что я опираюсь. Когда думаю или считаю, всё равно, тогда должна быть более искусённой любовницей. Это ваша неуверенность. Неуверенность, соответственно, поражает потребность в том, чтобы, а, себе что-то доказать. То есть, ну, условно говоря, я хочу себе что-то доказать. Таким образом. Вот. Ну и, соответственно, отношение превращается в такое вот поле для доказательства. Чего? Гамут. И, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема. для вас, вот, и для вашего, ну, партнёра тоже, вот. Потому что за этими переживаниями вы не видите самого человека. То есть, понимаете, да, что вы, по сути дела, пытаетесь решить свои противоречия, например, свои сомнения, в том, да, вот, какая я. А молодого человека за этим вы, вы не, ну, вы не, вы не видите. Вот. Вот. Вот, примерно, эээ, примерно так. Я, ну, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, эээ, вот, на мой взгляд, нужно, начинать нужно с этого. Обратите внимание, что вы не выдаёте никакого, никакого вопроса. То есть, вы не, эээ, делаете запрос к психологу, что вы хотите изменить в себе. Например, повысить свою самооценку, допустим. Или, например, гармонизировать отношения. Или, может быть, эээ, посмотреть, эээ, насколько свободно, ну, раскрепащённо, скажем так, вы ведёте себя в постели. То есть, вот эти все вещи, вы не, как бы, на них, эээ, ну, как бы, не застряете на них своё внимание. Хотя, это очень, такой, важный, важный момент. На самом деле. Вот. И вы, по сути, эээ, говорите только о том, что вам грустно. Эээ, ну, здесь, в таком, в таком случае, если вы, если вы чувствуете грусть, то, эээ, в таком случае, я думаю, думаю, что можно проследить, проследить за эээ, источником этого. Вашей грусти, да, и, эээ, постараться увидеть, эээ, основания для неё. То есть, ваши основания для грусти. Вот, какие у меня основания для того, чтобы грустить в этой ситуации. То есть, допустим, ну, к примеру, к примеру, а я чувствую себя отверженный, да. Или я принимаю на случай вот это. Или я, там, не знаю, допустим, в себе сомневаюсь, да. То есть, вот, какие-то, какие-то такие моменты, эээ, на которые вам нужно обратить свое внимание. Вот, потому что они очень важны здесь для вас. Что же, эээ, если вот, вот видите, вы пишете, что, эээ, рядом любимая девушка. То есть, вы, как бы, здесь вот, эээ, себя называете, называете либидой девушкой. Ну, это некое такое, такое обращение внимания на себя. Да, ну, ничего хорошего, эээ, до вас не несет. Потому что, может быть, вы девушка и любимая, но вы сами, вот именно вы, именно, именно вы сами. Как бы, эээ, ну, субъективно, именно субъективно, эээ, не можете переживать то, что вы любима. То, что вы, например, эээ, ну, к примеру, эээ, то, что вы любите человек. О том, что вы любима, вы переживать не можете. А вы говорите именно о том, что, что, эээ, я любима. Я любима. И это говорит о том, что нам очень важно быть, быть любимой. А если вам очень важно быть любимой, то, значит, себя вы, ну, сами любите не очень. Что вы текает из вашего утверждения о том, что вы ответственная любовница. И, соответственно, понятно, эээ, что вы пытаетесь, эээ, вот, что вы пытаетесь, эээ, в отношениях, да, себе, ну, ну, доказать, что вы пытаетесь доказать в отношениях. Ну, с этим разом, грубо говоря, становится на свое место, вот, если вы вспоминаете, о чем идет эта речь, то есть я, что я хочу сказать. Вот, значит, ну, смотрите, вы можете, эээ, сейчас, ориентироваться на то, что вам грустно, и, в общем и целом, можете, наверное, грустить. Ну, самое все, это ваше в целом право, что это в целом ваше право, да, грустить, если вы этого хотите. Но, что дальше? Тут нужно что-то решать, тут нужно проблемы решать, вот, и вопрос заключается в том, хотите ли вы ее решать. Проблемы. Вот. Если хотите, то начать я предлагаю именно, вот, того, чтобы определить причины вашей грусти. Ну, не захотел мужчина секс. Ну, бывает. Вот не захотел, может быть, эээ, человек достаточно ленивый, может быть, что-то еще, да, вот. Вот почему-то есть установка, что, если мужчина возбужден, и если рядом с любимой девушкой, то обязательно должен быть секс. Это первое. Второе. Ну, если вы видите, что человек возбужден, то вы можете доставить ему удовольствие. Да. Но этого точно не произошло. Хотя... То есть вы предполагаете, что если мужчина возбужден, то, что между вами должен быть секс. У вас должен быть секс. Если мужчина возбужден, то, может быть, только он хочет получить удовольствие. То есть это вопрос, понимаете, такого, такого плана. Насколько вы готовы отдавать, да, насколько вы готовы что-то делать для человека. И, как бы, насколько интенсивно вы, насколько интенсивно, нативно вы к этому подходите. Ага. И насколько вы друг другу доверяете. Там еще, ну, очень часто бывает. Бывает так, что вот человек возбужден. Вот. Но он понимает, что, допустим, секс, информацию сейчас он не хочет. Там еще он лежит, она расслаблена, он не хочет. Вот. Он бы согласился, если бы вы, допустим, заставили ему удовольствие. Он бы согласился, согласился на это. Вот. И, может быть, получил удовольствие, он бы доказал, бы хотел заставить удовольствие вам. А так получается, что вы его ласкаете и ждете, ждете какого-то продолжения. Продолжения не происходят и, соответственно, что. Вот. Такая, такая вот история. Эм, смысл, смысл, смысл того, что я хочу сказать, заключается в том, что за своей проблем, проблемой, вот за своей проблематикой, своей собственной проблематикой, вы не видите, в общем-то, человека, к сожалению, к большому сожалению. Вы не видите человек. И, из-за этого, действительно, вы можете быть брошены. Брошены. Чего вы тоже боитесь. То есть, есть вещи, которые вы в себе не принимаете, которые вы в себе обеспечиваете. Вы пытаетесь компенсировать за счет взаимодействия с партнером. И, по этой причине, вы не видите в партнере партнера. А видите себя. Себя. В нем. Понимаете. И отношения не складываются. К сожалению. Вот. Примерно. Так. Я могу, я могу вам ответить. На вопрос. На вопрос. На вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Удачи. И надеюсь, что вы найдете все-таки в себе силы и ресурсы для того, чтобы выйти из этой ситуации достойно, чтобы сохранить пару.